Продолжение следует... 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 очков, то есть здесь вторая косточка должна какое-то количество очков и это произведение будет делиться на косточки. Для второй косточки какое очко должно быть? Пять. Пять. Теперь первая косточка вышла с очком два. Вторую косточку бросаем. Нам нужно произведение. У первой косточки три очка выпало. У второго будет пять. И вот наш перебор. Четыре на пять. Дальше пять на пять комбинации. Последняя комбинация шесть на пять. Все комбинации перебрали. Теперь смотрим. Найдите вероятность того, что произведение выпуска очков делится на пять, но не делится на три. Шесть на пять будет третий, все скручены. Теперь следующее. Мы с вами перебрали с первой позиции. Но у нас может получиться еще какая позиция? Что, например, выпало сначала девять очков у первой косточки. А у второй косточки, например, выпало. Наоборот идем. Единица. Единица. Следующая комбинация у нас получает пять на два. Следующая комбинация пять на три. Следующая комбинация пять на четыре. А вот комбинации пять на пять уже не проходят. Здесь одинаково. Смотрим, сколько таких комбинаций. С учетом того, что комбинации пять на шесть мы взять не можем. Так что это будет деление на три. Всего девять получается. Из общего, всеобщих возможных комбинаций. То есть у нас две косточки. Тридцать шесть. То есть мы с вами получаем дробь в деве тридцать шестой. После сокращения одна четвертая. Ну а четверть это наутся в двадцать пять сотых. Отлично. В номере двадцать пять у нас есть коллегент, который идет в банк и получает банковскую карту. Нам предлагают рассмотреть четыре последние цифры номера карты. Они случайны. Нам спрашивают, какова вероятность того, что эти последние четыре цифры идут подряд. В порядке, внимание, возрастания. Например, 0, 1, 2, 3. Или 4, 5, 6, 7. Значит, делаем вывод. Мы с вами идем от меньшего к большему. То есть получаем первая комбинация 0, 1, 2, 3. Самая малая цифра 0. Самая большая цифра 9. В порядке вырастаем. Дальше. 1, 2, 3, 4. Дальше. 2, 3, 4, 5. Следующая. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Следующая. 5, 6, 7, 8. Дальше идем. 6, 7, 8, 9. И следующие мы с вами видим. Уже взять не получится. Сколько таких комбинаций? Смотрим. 7. А теперь вопрос из скольких. Внимательно посмотрите на условия. У нас 4 последних цифр. И по сути, вот где у нас на первом месте стоит 0, вместо 0 у нас может стоять и единичка, и двойка, и тройка, и четверка, и пятерка, и шестерка. И дальше. Семерка, восьмерка, и девяка. Сколько цифр может занимать эта позиция? Первая позиция. 10, 12, 13. 10. Где у нас стоит единичка? Первая получается комбинация. Сколько цифр может стоять на этом месте? 10. Тоже 10 цифр. Где двойка? Тоже 10. И где стоит тройка, там тоже 10 цифр. А теперь посмотрите, какая комбинация. Если мы с вами брали только две косточки, у которых 6 грамм и 6 грамм, 6 на 6, 36. А тут комбинация у нас с вами. И первое место, и второе место 10 цифр, и третье место, и четвертое место 10 цифр. И возможных вариантов сколько, ребята, получается? 10 тысяч. 10 тысяч. То есть нам с вами нужно взять 7 из 10 тысяч. Молодцы. То есть в результате получаем на целых... Так, сколько? 10 тысяч. На целых 3 нуля, а потом 7. Ну и 26 номер. В 26 номере клиент получает в банке кредитную карту. Четыре последние цифры номера карты случайные. Какова вероятность того, что эти последние четыре цифры состоят из двух повторяющихся грым по две различные цифры? Вот нам предлагают сочетание 0,4, 0,4 или 5,2, 5,2. Тут нет порядка возрастания либо убывания. Делаем вывод. Вот в этой ситуации 4 последние цифры. Значит, всевозможных вариантов, как мы с вами говорим, это будет уже посчитание. 10 тысяч. Осталось определить вот эти вот комбинации по две различные цифры. Начинаем, конечно же, с нуля. Итак, получаем. 0,1, 0,1. Дальше у нас с вами получается, если начинаем с нуля, например, 0,2, 0,2. Дальше 0,3, 0,3 и так далее. Последняя у нас получается комбинация 0,9, 0,9. Так, это у нас с вами получается сколько здесь штук, вот эти комбинации? 9. 9, отлично. Теперь начинаем, например, с ситуации 1,0. Поменяем местами. 1,0, 1,0. Дальше 1,1 мы с вами не можем поставить. 1,2, 1,2. Следующий будет 1,3, 1,3. Ставить 1,4, 1,4 и последний 1,9, 1,9. Смотрим опять, сколько таких штук. С учетом того, что у нас всего 10 цифр. В первом разложении мы исключили 0. Во втором разложении, то есть повторяющей цифру, мы исключаем 1. Опять получаем 9 штук. Дальше. Начинаем с двойки. Было 0,1,0,1. Дальше 1,0,1,0. Потом начинаем. 2,0,2,0. Получаем. 2,1,2,1. 2,2,2,2 мы исключаем. Поэтому идем. 2,3,2,3. 2,4,2,4 и так далее. 2,9,2,9. Сколько таких комбинаций? 9. Опять 9. А теперь посмотрите, сколько всего цифр, ребята? 10. 10. То есть мы с вами сначала начали, внимательно посмотрите на экран, с нуля. Потом начали с единички. Начали с двойки. Потом будем продолжать с тройки. Четверки так далее. И последняя цифра у нас с вами какая будет? 9. 9,0,9,0 и так далее, и так далее. Это тоже будет 9 комбинаций. Вот у нас получается от нуля до девяти сколько цифр? 10. 10. И для каждой цифры по 9 комбинаций сколько всевозможных таких вариантов? Сколько таких событий? 9,0,0. Давайте посмотрим еще раз. У нас 10 цифр, 10 ситуаций по 9. 10 по 9 это сколько будет? 90. 90. У нас получатся такие всевозможные комбинации 90 штук. Из общего количества 10,000. Мы с вами выходим на дробь. 90 в 10,000. После сокращения дроби на десятку мы с вами выходим на дробь. 9,000. Ответ получен. Ребята, здесь все понятно? А можно вопрос? Конечно. А если бы у нас было 0,0,1,1? То есть они бы не чередовали? У нас с тобой ситуация. Какова вероятность того, что эти последние 4 цифры считают из двух повторяющихся групп по 2 различные цифры? И нам дают пример 0,4,0,4,5,2,5,2. Поэтому исключаем 0,0,1,1, например. А если бы учитывалось, то, наверное, в примере бы было что-то похожее? Но это нужно смотреть по условию задачи. То есть ты хочешь задать вопрос по конкретному какому-то заданию. Я правильно так поняла? Здесь не пройдет. Здесь не пройдет, например, 0,0,1,1. 0,0,2,2. Здесь именно комбинация, ты хочешь по условию? Две различные цифры идут. У нас группа двух различных цифр. Вот это очень важное условие. Вот если, к примеру, будет комбинация, например, по две цифры, например, 0,0,1,1 или 1,1,2,2,1,0,4,4,5,5 и так далее. Там уже нужно смотреть всевозможные варианты. И опять-таки начинаем с нуля. Всегда работа начинается с самого малого по возрастанию в большем. Вам так удобнее будет работать. Аня, если попадете в такая задача, пишите мне, пожалуйста, сюда, и мы с вами поработаем. Хорошо? Хорошо, спасибо. Мы продолжаем работать. Запишите, пожалуйста, ребята, у нас с вами анализ домашней работы. И задачи, которые нам с вами предлагается рассмотреть, это вопрос третий. В вопросе третий было сказано, что у нас стреляет биопланист. Биопланист стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишене при одном выстреле равна 0,8. У нас в том, что биопланист первый три раза попал в мишене, а последний два раза промахнул. У нас биопланист выполняет выстрелы первой, второй, третий, четвертый и пятый. У нас всего четыре выстрела. По условию нас просят найти вероятность, что биопланист первый три попал. То есть здесь попадание, попадание, попадание. Вероятность попадания, я имею в виду, при одном выстреле, а у нас как раз один выстрел. Первый выстрел, вероятность попал на 0,8. Во втором случае тоже сделано один выстрел, и вероятность попадания на 0,8. При третьем точно такая ситуация. А дальше последние два раза промахнулся. Если у нас полная вероятность соединится, то тогда на промах какая вероятность нам дается? Целых двидесятых. Целых двидесятых. А теперь, ребята, будьте внимательны. Какой союз между этими вероятностями нам нужно с вами использовать? Если у нас, и все верно, и первый раз он попадает, и второй раз попал, и третий раз попал, и четвертый раз промахнулся, и пятый раз промахнулся. Ну, то считаем. 8 на 2, 16. То есть 0,16 мы умножаем на 0,16 и умножаем на 0,2. Ну, здесь, по крайней мере, будет так удобно посчитать. 16 на 16. Вы все знаете 250 тысяч. Четыре знака после записывания. И осталось 256. Двести тысячных умножаем на 0,20. Так. Получаем 256,512. И у нас получается уже 5 одинаковых после записывания. Нас просят округлить до сотых. 1, 2, 3. 16 на 16. Вот сколько у нас будет? Я не правильно считаю, что это? По-моему, 256. Правильно? Да. Нет, я не правильно считала, ребята. Мы умножаем на 0,8 десятых. 0,8 на 0,2. Почему 0,2 на 0,2? Маленькая вероятность получается. 0,8 на 0,2. 0,8. И у нас с вами остается 0,8. И что нажимаем на 0,8. Получаем 0,256 на 8. Так, 6,8, 8, 8, 4, 0,2, 0. Вот что у нас получается. И округляем до сотых. Так, в результате у нас с вами после округляемого разгляда стоит 0, поэтому округляем 0,2. Вот, все, разобрались. Вопрос третий готов. Следующий вопрос у нас с вами четвертый. Следующий, такая же ситуация. Биаклонист четыре раза стреляет по мишени. Вероятность попадания мишени при одном выстреле 0,6. Нам нужно, чтобы первые два раза он попал. И первый, и второй. А последние два раза промахнулся. Третий и четвертый. Так, в результате мы с вами получаем 24 на 24, 576 и 4 знака после запятых. Нас просят опять округлить до сотых. 0,05. Но после пятерки стоит цифра 7, которая входит в спектр цифр 5, 6, 7, 8, 9, благодаря которому у нас с вами округляемый разгляд увеличивается на единицу. В этом получаем мы целых 6 соток, и будет нашим результатом. Дальше, ребята, вопрос у нас с вами был в седьмом. В седьмом вопросе в классе было 26 учеников. В это количество 26 учащихся входят и три подружки. Оля, Аня и Юля. Класс случайным образом разбивает на две равные группы. Нас просят найти вероятность того, что все три девочки окажутся в одной группе. Итак, начинаем рассуждать. Всего 26 человек. Каждую группу раз поровно распределяется по 13 человек. У нас с вами сначала идет по порядку. Все идет в порядку. Сначала идет Оля. Ребята, Оля, в какую группу может попасть? В любую. Вот и назовите, например, в какую. Ну, пусть будет первая. Пусть будет первая. С какой вероятностью Оля попадает в первую группу? Есть у нас в первой группе 13 свободных мест и с общего количества 26. 13, 26? Точно. Это у нас с вами Оля. Теперь у нас с вами идет Аня. И Аня тоже должна попасть именно в эту группу. Но теперь у нас 26 человек. Рассчитывайте как? Оля плюс 25 человек. И в первой группе Оля уже заняла свое место. Сколько свободных мест для Ани осталось? 12. Из? 25. Умнички. Это у нас пришла Аня. Первая группа. Теперь у нас 26 человек. Это Оля плюс Аня плюс 24 человека. И в первой группе уже 2 места занято. Сюда должна попасть Юля. Какой вероятностью Юля сюда попадает? Сколько свободных здесь мест осталось? 11. 10. Из? 24. Отлично. Ну вы же как сказали? У нас все три девочки должны попасть в эту группу. Найдется вероятность. Потому что все три девочки. Теперь собираем союз. Оля, Аня, Юля. Между ними какой союз, ребят? Юли. И. То есть нам нужна вероятность Оли. И сюда должна попасть Аня. И сюда должна попасть Юля. Нашли попадание в первую группу. А теперь в самом начале, когда мы с вами начинаем рассуждать, куда попадает Оля. Вы сказали. Первую группу, дальше очень важный союз. Или. Или. Это знак плюс. Во вторую группу. Во вторую группу. С какой бы вероятностью Оля у нас попала? Так же. Тринозор 6. Все то же самое. То есть для второй группы все то же самое. То есть у нас получается для Оли 13.26, для Ани 12.25 и для Юли 11.24. То есть по сути у нас рассуждение. У нас эти две одинаковые вероятности. Мы можем, конечно, их сложить. Потому что это изнаменатель у нас с вами. Или. Мы можем с вами как посчитать. У нас две одинаковые вероятности. Два мы умножаем на данную вероятность. То есть 13 умножить на 12 умножить на 1 числителя. Изнаменатель 26.25 и 24. Все. Осталось только аккуратно все обратить. Так. На 26 сократим. Дальше у видео можно сократить на 12. Остается 11.50. И после домножения дроби по основному свойству дроби числите изнаменатель на 2. Получаем 23 сократа. Все. Готово. То есть вот этот вот, ребят, когда ответ получили на лицах 11 сократов. Вы забыли союз или у нас с вами. Или в первую группу девочки попадает. Или во второй. Ну, теперь следующий вопрос. Вопрос восьмой. Здесь у нас уже про мальчика. У нас есть три друга. В группе туристов 15 человек. В том числе Юра, Боря и Егор. Группу случайным образом разбивают на три равные подгруппы. Нужно найти вероятность того, что все трое окажутся в разных подгруппах. И ответом круглый до 100. Начинаем распространять. У нас с вами будет первая группа, вторая группа и третья группа. Эта задача немного посложнее. Это все. У нас всего 15 человек. Всего 15. Первую группу поровну распределили. 5 человек. Вторую 5 человек. И в третьей тоже 5 человек. Всего у нас с вами 15 человек. Если мы с вами будем рассматривать эти 15 человек, это у нас с вами Юра плюс Боря плюс Егор. Это три человека. И плюс 12 человек. Вот что такое 15. Теперь смотри. У нас в первую группу может попасть кто, ребята? Вот по порядку. Может попасть Юра. Но если Юра попадает в первую группу, условия и задачи мальчики должны оказаться в равных группах. То тогда Боря должен оказаться во второй группе, либо в третьей группе. Если у нас Боря окажется во второй группе, то тогда Егор окажется в третьей группе. Но если в третьей группе у нас будет Боря распределен, то Егор тогда должен попасть во вторую группу. При условии, что Юра до сих пор в первой группе. Он может собрать еще другие комбинации. Например, что в первую группу попадает Боря. Боря в первую группу. Егор, может быть. И Юра в третьей. Так. Еще вот для Боря когда в первой группе? Юра и Егор в третьей. Отлично. Но у нас в первую группу попадал либо Юра, либо Боря. Но у нас... Егор. Егор, да. То есть у нас следующая комбинация. Егор, например, дальше в первой группе. Юра, Боря. Боря, Юра и Егор, Юра, Боря. Отлично. Теперь начинаем собирать, что у нас в результате получилось. И так первая строчка. У нас с вами в первую группу попадает... В первую группу попадает Юра. И так в первой группе Юра. У нас в первой группе 5 человек свободных. У нас получается 5 на 5 человек свободных мест. Из общего количества 5. Какой вероятностью Юра тебя попадает? Одно третье. Ну, давайте сначала вот именно в числах, без сокращения дроби. Ребята, хорошо, чтобы вам было более наглядно. 5 с 15. 5 с 15. То есть у нас 5 свободных мест из 15. Теперь у нас, как только Юра занял первую группу, Боря должен попасть в вторую группу. В второй группе сколько свободных мест и из какого общего количества? 5 с 14. Отлично. Увидели. И Егор. 5 с 13. Молодцы. Теперь нас интересует именно вот эта вот зеленая ветка с союзами, чтобы вероятность посчитать. Юра, Боря и Егор, все три мальчика должны оказаться в разных группах. Какая вероятность у нас получается, ребята? Юра. Даша, какой союз для Боря? Юра, Боря. Ну, перемножить надо все. Отлично. И Егор. Они должны оказаться все трое в разных группах. Все, готово. Теперь переходим, например, на синий вектор. Подчеркнула синий. Так. С какой вероятностью Юра опять окажется в первой группе? 5 с 15. В этом случае Егор у нас должен попасть в вторую группу. Уже не Боря, а Егор. С какой вероятностью? 5 с 14. И Боря. 5 с 13. Теперь собираем данную вероятность. И мы с вами увидим, что вероятности между собой какие? Одинаковые. Абсолютно одинаковые. Делаем вывод. Если мы с вами и дальше продолжим рассматривать все эти комбинации, то у нас все вероятности будут между собой какие? Одинаковые. И сколько таких комбинаций? 6. Здесь мы с вами говорим, что у нас может получиться ситуация Юра в первой группе, Боря во второй, Егор в третий, дальше союз. Или Юра в первой группе, Егор во второй, Боря в третий, или Боря и так далее, и так далее. То есть союз или нам дает сумму всех этих вероятностей. У нас таких вероятностей будет 6 штук. Они между собой все одинаковые. Поэтому нам достаточно собрать 6 одинаковых вероятностей в числителе. 5 умножается на себя и равна. Считаем. Умножить на 14 и умножить на 13. На 6 я аккуратно подгоню этот числитель и начинаю аккуратно сокращать. Сократили на 5. Дальше аккуратно сократили на 3. Дальше аккуратно сократили на 2. В числителе осталось 25, в знаменателе 7, 12, 91. Теперь осталось 25 разделить на 91. Мы с вами получаем 0, 2, 7, 4. Ребята, я уже не буду останавливаться на столбике, потому что вы и так умножите стыкать. Самое главное, потому что нас просто округлить до 100. После семенки будет идти цифра 4. Значит, после округляемого разряда мы с вами имеем не увеличение, был просто отброс данной ситуации и ответ на это 20, 7 суток. И вопрос 20. В вопросе 20 последней домашней работы, которую я нашла с ошибкой, по сути, здесь скорее всего был недочет. Ведь, по сути, фабрика, когда выпускает сумки, и в среднем на 200 качественных сумок приходится 21 сумка с скрепленными дефектами, вы говорите, что полусловий заряд в среднем на 200 качественных сумок. Что значит качественные? Это без брака и всего 200 штук. 200 качественных сумок. И вот на эти 200 штук приходится 21 сумка со скрепленными дефектами. То есть это брак. С браком у нас приходится 21 сумка, 21 штук. У нас просят найти вероятность того, что купленная сумка оказывается качественной. Но качественной у нас 200 из общего количества 221. Нам просят округлить результат до столбик. И вот тут будем все-таки смотреть в среднем столбик. С разумственных у нас с вами 200 штук из общего количества 221. Значит, наша задача 200 разделить на 221. При условии, что результат нас округлить до соток. Берем 0 цены. Дальше задаемся по девятке. 9, 8, 1, 2, 3, 19. Считаем. Получаем единицу, единицу. И вроде бы все. Дальше 110 у нас не делится. Берем по 0. Берем 4. 4, 8, 8. Ну, по сути, если мы с вами будем брать 5, да, это будет уже 1105, но получится. Все. Теперь делаем вывод. На скорость округлить до соток. В соток у нас стоит 0. После нуля стоит четверка. Округляемый разряд не отбрасывается. И в ответе получается какой результат? 0,91 соток. Да. Потому что когда мы с вами записываем целых дел, десятых у нас соток пропадает. То есть вот этот 0 в ответе, в данном ответе будет значащим. И вот на такие подводные камни, ребят, пожалуйста, обращайте внимание. Я прекрасно понимаю, вы все грамотные. У нас этот 0 на самом деле не значится. Но по условию задачи, вот захотели нам так сказать, округляйте до соток. И нам деваться некуда. Этот 0 в этом примере будет значащим. Будет 90 соток в ответ. Вероятности сложных событий. И будьте готовы в некоторых моментах записывать формулы. Начинаем потихонечку с простого. Дальше будем потихонечку усложны. Номер 1. В номер 1 в ящике 4 красных и 2 синих фломастера. Фломастер вытаскивает по очереди в специальном порядке. Такова вероятность того, что первый раз синий фломастер достану третьим по счету. У нас в ящике 4 красных фломастера. Вот у нас первый, второй, третий, четвертый. Два синих фломастера. Первый, второй. Это у нас ящик. И теперь ящик закрываем. Этих фломастер мы с вами уже видеть не будем. Логично? Вот, к примеру, если я таким образом возьму. Детская заливка. И перекину. Все, у нас они все внутри. Все эти фломастеры. Но мы с вами помним, что там 4 красных и 2 синих. Фломастер вытаскивает по очереди. И теперь смотрим, какая вероятность достану первый раз. Менее фломастера достану третьим по счету. Начинаем рассуждать. Нас интересует 3 раза. То есть первый раз достали какой-то фломастер. Второй раз. И третий раз. Какова вероятность, что вы синий фломастер достану третьим. То есть вот на третий раз должен попасться синий. Вот здесь синий фломастер должен быть. Это первые два раза. Какие фломастеры должны выпадать? Оба раза красные. Оба красные. И первый, второй раз. Теперь начинаем рассуждать. Какую вероятность, что первый раз мы красных фломастер оттуда достанем? Четыре шестых. Твадцать. Все. Первый тут нет. И вот тут нет. Второй раз красный достаем. Три пятых. Три пятых. Теперь нам нужен синий. Две четвертых. Две четвертых. А теперь между этим вероятным всем ребят союз. Что нам сначала нужен красный. Потом красный. И дальше союз. И точно. Молодцы. То есть выбираем данную вероятность. События у нас независимы друг от друга. Мы не знаем, какой первой у нас попадет сексу. После сокращения мы с вами выходим на результат. Тот целых две десятых. Во втором номере. Коробки восемь синий, девять красных и восемь зеленых фломастеров. Слученным образом выбирают два фломастера. Не по одному, а два. Такова вероятность того, что окажется выбрана один синий и один красный фломастер. Вот теперь посмотрите на ситуацию, которая нам здесь предлагается. Вот здесь, ребята, вот точно так же, как с девочками и с мальчиками, когда мы с вами решили простейшие вероятности, у нас с вами... В силу того, что выбирают два фломастера, не факт, что возьмут сначала два сразу. Могут взять сначала один, потом второй. Но случайным образом выбирают два фломастера. Здесь сказано, что берут сразу два одновременно. Посмотрите. Ну, значит, вероятность всех исходов. Вот, отлично. То есть у нас здесь, видите, еще один подводный камень. Здесь мы сказали, что в одно время берут два фломастера. Поэтому, когда спрашивают, то эти два фломастера должны быть один синий, другой красный. Поэтому мы с вами можем получить... Сначала вытащить, например, какой фломастер? Ну, синий пускай. Например, синий. За ним нужно обязательно достать красный. А потом, какой союз-то между ними будет, между этими комбинациями или... Или, потому что мы можем сначала в первый раз достать красный, а потом только синий. Вот, это первый раз. Это в первый раз вынимаем фломастер. Вот такая ситуация у нас с вами у нас получится. Давайте смотреть, что в результате будет. Итак, вынимаем синий фломастер. Синий всего сколько у нас? Восемь. Восемь. И теперь смотрим, из какого общего количества. Если у нас восемь синих, девять красных и восемь девятых. Всего двадцать пять. Так. Значит, синий фломастер вынули с вероятностью восемь двадцать пятых. Красных у нас с вами девять. Но теперь из какого общего количества? Девять из двадцать четырех. Отлично. Нам нужно сначала синий и потом красный. Показаем. Или какая комбинация? Сначала красный, то есть девять из двадцати пяти. И вторым разом нам нужен синий. Синий их восемь штук, но и двадцать четырех. И мы с вами видим, что по сути эти дроби будут одинаковые. Восемь на девять семьдесят два. То есть у нас получается два раза. Встречается дробь семьдесят две. Ну вот с этим знаменателем двадцать пять умножим на двадцать четыре. Теперь аккуратно начинаем сокращать дробь. Так, вот сократила, увидела, на два. Двенадцать. Так, двенадцать и семьдесят два. А можно двенадцать нам сократить, правильно? Получается числитель и шесть. Шесть двадцать пятых. Да. Шесть двадцать пятых. Мы с вами и числитель умножим на четыре. Знаменательный четыре. Чтобы выйти на дробь двадцать четыре сотых. Вот и будет наш результат. Переходим к следующей ситуации. Задача номер три. В третьем номере, ребята, нам предлагают рассмотреть кафе на одной полке. В случайном порядке стоят пятьдесят чайных чайных чайных. Тридцать зеленых, десять красных и десять цель. А на другой полке в случайном порядке стоят тридцать зеленых, десять красных и десять цель. Нас просят найти вероятность того, что случайно выбранные чайные. И блюдцы будут зеленого цвета. Уже подсказка близкая. В этом случае я, конечно, предлагаю вам составить таблицу. В этой таблице у нас фигурируют название цветов и две полки. На первой полке будут стоять чашки, потом блюдцы. Итак, у нас с вами здесь зеленые, дальше красные и синие. Первые чашки и вторая блюдца. Всего у нас получается по пятьдесят чашек и по пятьдесят блюдец на полку. Смотрим. Зеленых у нас с вами чашек тридцать, красных десять, синих десять. Блюдец, соответственно, зеленых тридцать, десять красных десять и синих. Нас просят найти вероятность того, что случайно выбранная чашка и блюдца зеленого цвета. Находим зеленый цвет и чашки и блюдца. Начинаем рассчитывать. У нас с вами с какой вероятностью с первой полки будет доставаться чашка зеленого цвета. Тридцать из пятидесяти. Тридцать из пятидесяти. Теперь блюдца со второй полки. Какой вероятностью будет доставаться зеленого цвета? Тридцать из пятидесяти. Теперь у нас с вами есть подсказка. Чашка и блюдца будут зеленого цвета. Значит, между ними уложены. Ну, после того, как мы первую дробь сократили, вторую дробь сократили, нам нужно три пятых умножить на три пятых, получаем 9 двадцать пятых. Домножаем данную дробь и числитель из номинации на 4. Получаем тридцать шесть сотых. Чуть-чуть посложнее задача. В кафе на одной полке в случайном порядке стоят пятьдесят чайных чашек. И вы думаете, а что я вам читаю? Ведь это та же самая загадка. Это правда. Тридцать зеленых, десять красных, десяти. Тридцать точно такая же ситуация с блюдцами. Но нас просят найти вероятность того, что случайно выбранная чашка и блюдцы будут одинакового цвета. Дело вывод, с зеленым цветом мы уже разобрались. А вот с красным и синим пока не разобрались. Поэтому что мы с вами делаем? Дублируем данную таблицу. Ну, мне легче сделать. Я просто скопирую, а вы перерисовываете быстренько себе цифры. В результате у нас с вами может получиться чайная пара зеленого цвета. И мы уже говорили, с какой вероятностью? С вероятностью выбрать чашку тридцать из пятидесяти, получаем три пятых, после сокращения дроби. Ну, выпишу тридцать из пятидесяти. И блюдце с вероятностью тридцать из пятидесяти. А теперь смотрим. В условии задачи нам нужно найти вероятность, что случайно выбранная чашка и блюдце будут одинакового цвета. Теперь ситуация какая? Одинаковый цвет может быть еще и красный. У нас чайная пара. Может получиться зеленого цвета. Дальше, ребята, какой союз? Или. Отлично. Или красного цвета. С какой вероятностью чашка попадает нам красного цвета? Десять пятидесятых. И блюдце вероятность? Десять пятидесятых. И опять смотрим дальше. По условию задачи. У нас с вами еще есть цвет синий. То есть мы с вами опять работаем с союзом. У нас чайная пара зеленого цвета или красного цвета. И последний союз. Или с синего цвета. Какой вероятностью у нас с вами попадает чайная пара с синего цвета? Для начала чашка в первой полке. Десять пятидесятых. И блюдце. Десять пятидесятых. Вот такая у нас с вами получается ситуация. Осталось только посчитать. Три пятых на три пятых. Девять двадцать пятых. Плюс. Одна пятая на одну пятую. Получим. Одно двадцать пятую. И плюс. После сокращения и умножения. Одно двадцать пятой получили. В результате. Одиннадцать двадцать пятых. Мы с вами переводим в десятичную игру. Для этого числитель и знаменатель очень удобно домножить на четыре. Что получит в знаменателе сотню. И получаем сорок четыре сотых. А теперь. Внимание. Я взяла эту задачу из сборника Ященко Сипи на тридцать шесть вариантов. Первый вариант. Итак. Задача из сборника Ященко. Две тысячи двадцать четвертый год. Математический кодик. Первый вариант. Задача получается следующая. На одной полке стоит тридцать шесть глюзель. Четырнадцать синих и двадцать две краски. На другой полке стоит тридцать шесть. Четырнадцать синих и девять краски. Ну да. Берут два блюдца и две чашки. Он спросит найти вероятность, что из них можно будет составить две чайные пары. Блюдца с чашкой. Каждый из которых будет одного цвета. То есть у нас может получиться чайная пара. Или синего цвета. Или красного цвета. Но в силу того, что у нас будет два блюдца и две чашки, у нас с вами будет здесь достаточно большая работа. Поэтому собираем таблицу. Так. Таблица у нас с вами будет сколько цветов? Два цвета. И будут те же чашки и цех блюдца. У нас есть чашки, есть блюдца и количество. Вот цветовой грани. Начинаем работать. По условию задачи у нас есть синий, есть красный и есть общее количество всего. Так. У нас на первой полке условия задачи стоит блюдца. На второй чашке. Итак. Блюдец синих, смотрим, блюдец синих 14 штук. Красных 22 штук. На другой полке стоит 36 чашек. 27 синих, 9 красных. И там и тут по 36 штук. А теперь, ребята, я вам предлагаю посмотреть следующие комбинации. Первая ситуация. У нас может что-то получиться. У нас перед тем, как мы с вами работу вели, у нас было все достаточно легко и просто. Почему? Потому что мы с первой полки чашку брали одну. И блюдце брали с другой полки тоже одно. А тут два. Поэтому начинаем отработку. Вот по порядку, чтобы вы не бегали, не крутились, не прыгали, как говорится. Все стараемся делать по порядку слева направо. И тут мы с вами работаем с блюдцами синего цвета. Пускай у нас в первом случае будет все синее. Потому что по условию задачи нам нужно составить две чайные пары блюдца с чашкой. Каждая из которых будет одного цвета. И не сказано конкретно, какого цвета. Они могут быть обе синего. Они обе могут быть красного, эти пары цветов. А могут быть разного. Но первая пара вся синяя, а вторая пара вся красная. Итак, первая у нас с вами получает ситуацию. Все будет синим. То есть у нас должно быть два блюдца синего цвета. Синий блюдца, синий блюдца. И в этом случае нам нужна синяя чашка и синяя чашка. И теперь начинаем собирать вероятность. Итак, синий блюдца. У нас блюдец 14 из 36. Первые блюдца достали с вероятностью 14 из 36. Теперь союз. Второе блюдце должно быть синим. И? Все от того, что мы синий блюдца забрали одно. У нас их уже там 13. Из какого общего количества? 35. Ну отлично, 35. А вот у меня вопрос. Да? Если бы их доставали одновременно, у них же вероятность будет, ну, количество, может, 36, и там, и там. Смотри, Денис, такая ситуация. У нас никого одновременно опять. Нет, я понимаю. Но вот если бы было одновременно, то как? Одновременно, но это получается-то, здесь, по-моему, такого не будет. Одновременно. Вот одновременно ты можешь взять одно блюдце, одну чашку. Одну чашку. А здесь, если, например, будешь блюдце брать, две штуки, значит, у нас получается 2 с 14, получается. Ну, 14. Ну, вероятность, я, честно говоря, не сталкивалась ни разу с такой задачей. Если у тебя будет возможность, ты найдешь такую подобную задачу, всем, пожалуйста, мы рассмотрим. Хорошо? Хорошо. Это будет полгодельная категория задачи. Хорошо, Денис? Да, спасибо. Ну, и так, продолжаем работать. Дальше у нас с вами синий блюдце достали, второй синий блюдце достали, дальше союз и синие чашки пошли. Синими чашками смотрим. Это уже вторая строчка. Первую чашку достаем с вероятностью 27 таких синих чашек из 36. Дальше союз и вторую синюю чашку уже получается здесь на полке 26 из 35. То есть в результате мы с вами получаем первую вероятность вида. В числителе дроби 14 умножить на 13 умножить на 20 умножить на 26. Знаменатели 36 умножаете на 35. Опять умножаем на 36 на 35. Я прошу этот ряд пока не сокращать. Почему сейчас таймите? Мы с вами рассмотрели только первую комбинацию. Поехали на вторую комбинацию. У нас были все пары только синего цвета. Например, все пары только красного цвета. Берем красные блюдца с красным блюдцем. Тогда нам нужно и красную чашку, и красной чашкой. Работаем по порядку. Сначала работаем по первой строчке, потом по второй строчке. Вот по первой строчке с синими блюдцами определились, с чашками определились. Теперь построчно, по первой строчке с красными блюдцами работаем. Их у нас с вами 22 штуки. Достали одно красное блюдце из 36. Получаем вероятность 22,36. И нужно еще красное блюдце достать. Вероятность уже будет 21,35. Потому что из 36 одно забрали. Дальше у нас уже комбинация идет. Союз и умножение. Красная чашка. У нас с вами получается красная чашка с вероятностью достается 9,36. И вторая красная чашка уже получается 8,35. У нас с вами в результате собираются дробь. Писатели которой 22,21,9,8 множители. А в знаменателе те же самые множители 36 и 35. Вы перенаживаете 2. И вот теперь самое интересное. Но самое интересное это третий случай. И вот тут, Денис, мы начинаем рассказать. Ведь у нас слово одновременно здесь не сказано. Ничего не сказано. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем, например, взять вот по порядку синий блюдце. Но не факт, что у нас следующий будет синий блюдце. Потому что мы вот это уже отработали. Вероятно. Потому что если будет 2 синих блюдца, нам понадобится 2 синие чашки. Значит, после того, как мы достали синий блюдце, нам понадобится красный блюдце. А теперь следующая комбинация. Но если у нас есть синий блюдце, то тогда должна быть и синяя чашка. И если мы достали по этой вероятности красный блюдце, то тогда должна попасть и красная чашка. Но не факт, что мы с вами после синего блюдца и красного блюдца достали сначала синюю чашку. Мы могли с вами сначала достать красную чашку, потом синюю чашку. Чувствуете, к чему я буду? Да, ребята? То есть первая комбинация с блюдцами не изменилась, но поменялась комбинация с чашками. Теперь меняем комбинацию с блюдцами. Например, мы с вами взяли первый раз красные блюдца, но потом нужно будет взять тогда синие блюдце. И нужно обязательно, чтобы была красная чашка и обязательно синяя чашка. Чтобы у нас получились 2 пары одного цвета. Но не факт то, что после красного блюдца, синего блюдца мы с вами возьмем сначала красную чашку. Мы с вами можем сначала взять синюю чашку, а потом красную чашку. Сколько всего таких получается вариантов? 4. И у них получается у всех одинаковая вероятность. Молодец. Отлично. То есть наша задача 4 умножить на любую вероятность. Вот выбирайте, какую строчку вы будете брать. Первую, вторую, третью или четвертую. Без разницы, любую берите, ребят. Какую хотите. Первую. Первую? Да. Ну, первую строчку я подчеткиваю в сиреневом цвете. Собираем именно вероятность по первой строчке. Ведь по сути здесь все вероятности будут абсолютно одинаковые. Итак, собираем синие блюдце. Синие блюдце на входе у нас получается 14 из 36. И в этом случае берем красные блюдца. Красных блюдец будет 22. Но из какого общего количества теперь, если одно блюдце забрали синие? 35. Из 35. Дальше у нас с вами с чашками союз И. И дальше пошла синяя чашка. Синих у нас 27, другой полки из 36. И нам нужна теперь красная чашка. Красных у нас 9. Но так как с полки мы одну синие часто забрали, там уже осталось 35 общей количества. Теперь собираем данные вероятности. Случаем числитель. 4 умножаем на 14, на 22, на 27 и на 9. А знаменатель у нас с вами 36, умноженный на 35, умноженный на 36, умноженный на 35. А вот теперь, ребята, вы прекрасно понимаете, что у нас может получиться какая ситуация? Первая, дальше стоит. Или, согласие, или 30. Поэтому делаем вывод, что все эти три дроби нам сейчас нужно будет складывать. Но в силу того, что это нам нужно будет с вами складывать, знаменатели я все прекрасно понимаю одинаковые. Вот теперь мы с вами можем каждую отдельно стоящую дробь перед нашими глазами сокращать так, чтобы знаменатели у нас с вами оставались одинаковыми. Для этого нам нужна наблюдательность. Например, в числителе первой дроби есть число 14, есть множитель 7. Можно дробь 14, 35, сократить на 7. Проверяем. Вторая дробь 21 и 35, множитель 7 есть. И третья дробь 14, 35. Все. Аккуратно сокращаем на 7. Дальше. Можно сократить на 2. 36 и 2. Везде у нас есть четные числа. Аккуратно сократили. 18. Дальше, например, я беру 22. Оставляю множитель 11 для второй дроби. 36 зачеркиваю и 18 вставляю. Для второй дроби сокращаю на 2. Показали. У нас везде знаменатель имеет множители 18, 5, 36, 35. Пока все ровно идет. Пробуем еще упростить. Смотрим. У нас каждая дробь может сократиться на 9. Первая дробь имеет множитель и числитель и знаменатель и 27, 36 соответственно. Сокращаем на 9. Вторая дробь тоже сокращается на 9. Третью дробь тоже сократили на 9. Так. Вот я теперь перепишу, что остается, чтобы было более наглядно. В числителе первой дроби. Множители 13, 3, 26. В знаменателе 18, 5, 4, 35. Вторая дробь. В числителе у меня осталось 8 и 11. В знаменателе 18, 5, 4, 35. Отлично. В знаменателе одинаково. И третья дробь. В числителе собираю 4, 2, 27, 11. Так. 4, 2, 27, 11. В знаменателе 18, 5, 4, 35. Дальше смотри, на что можно сократить. Но первая дробь дает подсказку. Проверить тройку и двойку. То есть сократить на 6. Так. Можно. И первая, вторая, третья дробь. Сокращаем на тройку и на двойку. Так. Сократили на 6. 18 делим на 6. Оставили тройку. Вторая дробь. Сокращаем на 6. Берем двойку. Множить 3, 4. Числитель оставили. Делим на 6. Оставили 3. Так. И теперь третий дробь. Делим на 6. Так. Двойка. И нам еще нужна тройка. 27 делим на 3. Будет 9. 18 делим на 6. Оставляем 3. Все. И теперь аккуратно можем собирать дроби. Первая дробь. Складываем. 13 умноженное на 13. Плюс вторая дробь. Остается числитель 11 умножить на 4. Плюс третья дробь. 4 умножается на 11. Умножается на 9. Знаменатели у нас у всех одинаковые. Поэтому при сложении трех дробей с одинаковыми знаменателями знаменатель остается. А числители складываются. Что мы с вами, собственно говоря, и сделали. Числители сложили. Знаменатель осталось. Ну а теперь посмотрите в условии задачи. Найдите вероятность, что из них можно будет составить две чайные пары, каждый из которых будет одна в этот цвет. Нигде не сказано, что нужно округлиться. Поэтому у нас уже подсказка. Если вдруг у нас сейчас появится ситуация, что будет бесконечная десятичная игру, значит у нас будет ошибка. Игряем. 13 в квадрате 169. Плюс 44. Так. Плюс. Ну здесь неудобно, конечно, 11 умножить на 9. 99 умножить на 4. 14 умножить на 36. Пишем перевернуть. Так. И 3 получается 196. Изнаменатель пока переписывал без изнаменов. 196 и 44. Сложили, получили. А там не 396? Да, да, именно так. Ну что-то я не понимаю. Конечно. 9 на 4, 36, 6 тысячи требования. 9 на 4, 36, 39, 396. 400. 440. 440 и 161 быть. Так. 609. 609. Ага. 609. И в знаменателе 3, 5, 4 и 35. Теперь сокращаем на 3. 609 секрет. Я увидела. Так. Сократили на тройку. Получили 203 в числителе в знаменателе. И теперь я объясню, какая ситуация. У нас уже есть опять подсказка. У нас 203 в числителе. В знаменателе 5, 4. По сути это число 203. Если мы будем делить на пятерку и на четверку, у нас будет конечная десятичная дробь. Но число 35 имеет множитель 7. Приделение на семерку мы знаем с пятого класса. У нас никогда не получится без конечной десятичной дроби. Если у нас 203 сейчас разделится на семерку без остатки, мы с вами на верном пути. Мы делим 203 на семерку. Сокращаем. Так. 2 на 7, 14. Великолепно. 63 делим на 7, получаем 9. То есть после сокращения на семерку, в числителе остается 29. В знаменателе 5 на 4, 20. Прекрасно. 29 цветов. Вот наша вероятность. Что у нас с вами? Пары. Две пары. Членовый сервиза получится одинаковый цвет. Вероятность на 2, 29. В магазине есть 3 продавца. Каждый из них занят. Клиенты с вероятностью 0,70. Независимо от других продавцов. Видите уже подсказка. Они не зависят друг от друга. И раз спрашивайте вероятность, что в случайный какой-то момент времени все 3 продавца будут заняты. У одного продавца заняты 0,70. У второго такая же вероятность 0,70. У третьего 0,70. Нам можно это вероятность, что все 3 продавца за одно время. И вот здесь вот, Денис, смотри. Одновременно и первый, и второй, и третий. Что нужно сделать? Перемножить. Все. И здесь отец ответа. Случайное целое 343 тысячи. Седьмой номер. Спешите, пожалуйста. В седьмом номере. По отзывам покупателей, Игорь Игоревич оценил надежность двух интернет-магазинов. Вероятность того, что нужный товар доставят вовремя из магазина А, равна 0,80. Вероятность того, что этот товар доставят вовремя из магазина Б, равна 0,85. Игорь Игоревич заказал товар сразу в обоих магазинах. То есть и там, и тут. Считаю. В интернет-магазине работают независимо друг от друга. Дадите вероятность того, что ни один магазин не доставит товар вовремя. Начинаем рассчитывать. Из магазина А. Если у нас известно, что из магазина А вероятность того, что товар доставят вовремя, составляет 0,80, то тогда этот товар вовремя не доставит. То есть отрицание будет составлять 0,2. Ведь нам нужно ответить на вопрос, что товар не доставят вовремя. Теперь магазин «Б». Если в магазине «Б» говорят, что его товар вовне доставят с вероятностью 0,85, то тогда не доставят с вероятностью 0,15. А теперь посмотрите условия. У нас Игорь Игоревич заказал товар в обоих магазинах. Что значит в обоих магазинах? В союзе, ребята. Одновременно. Одновременно. Что значит одновременно? Какое стоимость между этими вероятностью? И? Молодец. И там, и тут. То есть мы с вами говорим. Не доставят вовремя из первого магазина и с вероятностью не доставят из второго магазина. И вот здесь вот 2 мы умножаем на 15, получается 30. Получаем 3 знака после запятой. И в этом случае, ребята, у нас ничего не сказано про округление. Последний ноль у нас уже будет незначащим. Этот ноль в ответ уже входить не будет. Видите еще какая ситуация? Поэтому в первом случае, когда нужно было округлить до сотых этот ноль, нужно было писать в домашней работе, мы не бы обратили особое внимание, то этот ноль не значит, что мы его отбросили. Тут никаких подводных корней уже нет. Следующая ситуация. Восьмая. Восьмой задачей нам предлагается рассмотреть. Помещение помещается фонарем с тремя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года 0,3 десятка. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит. Теперь у нас с вами есть три лампы. Первая, вторая, третья и четвертая. И тут вы начинаете собирать комбинации. Найдите вероятность перегорания. А, так, вероятность перегорания у нас есть. То есть перегорит. Вероятность перегорит составляет 0,3 десятка. Нас просят найти вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит. Что значит? Можно от обратного идти. Если хотя бы одна лампа не перегорит, то обратное событие – это все лампы перегорят. То есть вы просто-напросто говорите, всевозможные комбинации здесь нужно исключить. У нас может получиться или первый, или второй, или третий. Или первая с вторым – третий перегорит. Или первая с третьим. То есть вот это все мы исключаем. То есть мы с вами что говорим? Нам нужно исключить, что они все три перегорят. В какой вероятности перегорает первая? 0,3. Вторая – точно с такой же вероятностью. И третья – точно такой же. То есть мы с вами исключаем перегорание всех трех ламп. Получаем 0 целых 27 тысячных, правильно? И вот с вероятностью, что они все три перегорают 0 целых 23 тысячных, нас интересует вероятность, что когда бы одна не перегорит, полная вероятность единицы, и вычитаем 27 тысячных. Какой будет результат, ребята? 0,973 тысячных. Молодцы. Все верно. То есть мы с вами исключили вероятность перегорания всех. И осталось, что хотя бы одна, но работать будет. Следующая, девятая задача. В девятом номере автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,05. Уже есть готовая вероятность, что тоже есть. Перед упаковкой каждой батарейки проходит систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправной батарейки, то есть найдет бракованный брак, это 0,99. Вероятность того, что система по ошибке в брак исправной батареи подправит, это 0,05. Она просит найти вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована, то есть будет брак найден системой контроля. Теперь начинаем рассказать. Но у нас есть вероятность, что готовая батарейка неисправна. Итак, вероятность того, что она бракованная, составляет 0,05. Если она неисправна, 0,05, то она качественная, то есть исправна. Вероятность ее 0,95. Почему? Потому что мы из единицы убираем неисправную вероятность. Дальше. У нас речь идет про неисправную батарейку. Это у нас с вами очевидно, как пин-допаковка. Каждая батарейка проходит в систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, вот у нас речь идет про первую строчку неисправной батарейки, и эта неисправная батарейка на системе контроля будет выявлена с вероятностью 0,99. Следующее. Вероятность того, что по ошибке забракует качественную батарейку 0,05. Смотрим. Найдете вероятность того, что случайно выбранная батарейка, либо исправная, либо неисправная, будет забракована система контроля. У нас бракованная в брак и качественная в брак. Какой будет союз между вероятностью 0,05 и 0,99? Если нам нужно неисправную батарейку и брак, молодцы. Качественная батарейка пришла на систему контроля, нам нужно найти вероятность, что и эта батарейка исправная будет забракована. То есть качественная, но это в 95% и в брак. Все считаем. 5 умножаем на 99, 4 знака после запятой. 95 умножаем на 4, 4 знака после запятой. 99. Это у меня получилось 475, 10 тысячных. 495, 10 тысячных. Теперь начинаем обсуждать. Нам нужно ответить на вопрос, найти вероятность, что случайно выбранная из готовой батарейки, поэтому у нас может получиться исправная батарейка. И дальше. Или неисправная. Значит, эти две вероятности мы еще должны с вами сложить. И вот здесь у нас незначащий 0 в ответ записываться уже не будет. Потому что он в расчет не входит. Это уже будет лишняя информация. Как в информатике мы говорим, добавляется лишний вес. Он у нас с вами не записывается. И теперь переходим к следующему номеру, ребят. Десятый. Десятый номер. Десятый номер, конечно, с одной стороны требует формулу полной вероятности. Но вот эту вот задачку я попробую вам объяснить на уровне составления уравнения. Попробуем. А по сути вы можете найти эту формулу, если не найдете. Запомните мне, пожалуйста, на следующем занятии. Я вам ее предоставлю. Попробую в интернете показать прямо, чтобы, как говорится, лицо в лицо. А сейчас пробуем на уровне понятийного аппарата. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вы представили, у нас есть торговый центр, один автомат с одной стороны, другой автомат с другой стороны. Скажите, пожалуйста, вот они кофе продают. Это получается одинаковая ситуация. То есть они как-то взаимодействуют друг с другом эти два автомата или нет. Зависит они друг от друга? Ну, нет. Вообще никак. Все верно. Еще неизвестно, какая там проходимость людей. Около первого, около второго. Непонятно. В таком центре самое главное есть два одинаковых автомата. И они продают кофе. Это у нас два независимых события. Вероятность того, что к концу дня в автомате, или в первом или втором, делаем для себя вывод, закончится кофе равна 0,25 суток. Сразу записываю. Вероятность того, что кофе закончится составляет 0,25 суток. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, это что у нас в 32%? И в первом, и во втором. То есть вероятность, что оно с вами закончится составляет по условию задачи 0,1. А вы уже в голове, больше чем уверены, посчитали, что у нас вероятность первого автомата закончится кофе 0,25. И второго 0,25. 0,25 на 0,25. 0,625 десятитысячных не получится 0,1. Значит, здесь какая-то другая формулировка. Почему? Потому что у нас с вами здесь независимые события. Дальше продолжаем. И вы спросят найти вероятность того, что в конце дня кофе останется в обоих автоматах. Делаем вывод. Нам нужно с вами все переключать на то, что кофе будет оставаться. Мы с вами скажем, что кофе закончится в одном автомате 0,25. Значит, вероятность того, что у нас кофе останется составляет 0,75. Но это только в одном автомате. С другой стороны, мы с вами говорим, если кофе закончится в обоих автоматах, то вероятность, что кофе останется в обоих автоматах, сколько будет вставлять? Смотрим. Закончится 0,1, значит останется 0,9. Нас просят найти вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах. Что кофе к концу дня останется в обоих автоматах. Нам нужно с вами это сказать. Теперь начинаем рассуждать. Нет ли у нас где-то в ресурс для них ошибки. Ведь по сути, вероятность того, что кофе останется в одном автомате 0,75. Вопрос задачи. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах. Это значит и там, и тут. Но с другой стороны, у нас может получиться ситуация, что кофе останется или в первом, или во втором автомате. Это с одной стороны. С другой стороны, нам говорят, что нужно найти вероятность, что к концу дня кофе останется и там, и тут, в обоих автоматах. Это будет икс, мы не знаем. И теперь внимание на это. Что же это такое? Закончится в каждом автомате или останется? Внимательно посмотрите на ситуацию, которая нам там предлагается. Если есть вероятность, что кофе закончится в обоих автоматах 0,1,10, то какую вероятность-то 0,9 мы с вами сейчас находим? Это если хотя бы в одном останется, наверное. У нас с вами кофе остается хотя бы в 1,09. Молодцы. Увидели свое решение. Вот на уровне, ребят, именно рассуждения составления равными, хотя бы, мы с вами говорим, что у нас вот эти 0,9 куда идут? К х или вот к этой сумме? У меня, по идее. У нас с вами может кофе закончиться. Так, вернее, кофе остается или в первом, или во втором. То есть что значит или в первом, или в втором? Может остаться в первом, может остаться во втором, может быть в обоих. Теперь, что такое х? Х это у нас с вами останется в обоих автоматах. Точно. В первом и во втором. А здесь у нас с вами кофе остается. Или в первом, или во втором. Вот эти 0,9 куда мы с вами даем? В х или вот к этой сумме? В левом. Ну, а хотя бы это может же быть еще и... Или в первом, или во втором. У нас с вами в левой части или в первом, или во втором есть. В правой части пока только и там, и тут. Вот чего не хватает в правой части? У нас в правой части как раз не хватает вот этой добавки хотя бы 0,9. Почему? Потому что вот эти 0,9 у нас с вами будут содержать и вот эта вот часть х. И мы с вами выходим на уравнение. Итак, в результате у нас в левой части хотя бы в одном автомате останется кофе. И в правой части мы тоже с вами собрали вероятность того, что хотя бы в одном автомате у нас кофе останется. В результате как найти х? Ну, здесь считаем 0,75 и 0,75. Утора. 0,9 переносим и получаем х. Мы с вами прекрасно понимаем, что у нас вероятность должна определяться от нуля до единицы. Мы с вами выходим на результат от 0,60 и мы попадаем в эту границу. И получаем результат. А сейчас у нас с вами задача 11. У нас теперь фабрики. И вот сейчас начинается самое-самое интересное. 11 номер. В 11 номере есть две фабрики, которые выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 30% этих стекла. Вторая фабрика 70% этих стекла. Делаю вывод. То есть всего у нас выпускается 100%. Но только первая фабрика, например, в городе 30%, а вторая 70%. Например, за Свияжьи первая фабрика, за Вожжьи вторая фабрика. Первая фабрика выпускает 5% бракованных стекол, а вторая 4%. Вы спросят найти вероятность того, что случайно купленные в магазине стекла окажутся бракованными. По сути, здесь все легко. С одной стороны, если кто поймет, первая фабрика, есть вторая фабрика. На первой фабрике выпускает 30% стекла из стекла. Какая вероятность, что нам попадется стекло из первой фабрики? 30 сотых, ну, 0,3. Сокращение 0,3. У нас, кстати, вероятность, что случайно купленные стекла окажутся бракованными. Смотрим. На первой фабрике выпускается бракованных стекла 5%. 5% из 100. Почему это так? Потому что как только мы пришли в засвияженную фабрику, то все стекла, которые там выпускают, это за сколько будет процентов? Ну, 100. Тогда нам нужно 5% от 0,3. И, значит, мы с вами находим 0,05. Все. Какова вероятность будет, что попадется нам бракованное стекло в первой фабрике? Считаем на целых 15 тысяч. Точно такая же ситуация у нас с вами с второй фабрики. Вторая фабрика выпускает в городе, вот завозу у нас, например, эта фабрика, выпускает завозу уже 70% из всего города из 100. С какой вероятностью попадется стекло из второй фабрики? 70% из 100. 0,7. 0,7. Но это на город. Теперь мы говорим. Нам нужна вероятность, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным. То есть, когда мы приезжаем только в завозскую фабрику, мы работаем только с теми стеклами. Там всего стекол получается 100%. Из этих 100% на брак выходит 4%. То есть, мы с вами берем 4% из общего количества только второй фабрики из 100. То есть, получаем 4%. Нам нужны стекла второй фабрики и бракованные. И со второй фабрики, и бракованные. То есть, получаем вероятность, что попадется со второй фабрики стекло на 174. 28 сотых. Теперь, нас просят найти вероятность, что случайно купленный в магазине стекло окажется бракованным. Не факт, что это будет первая фабрика, вторая фабрика. Поэтому мы и с вами говорим союз. Или с первой фабрики, или со второй. И мы с вами выходим на вероятность 0,43 тысячи. А теперь, как можно эту задачу разрывать. У нас с вами все идет в порядке. Что нам с вами сказали? Что есть всего стекло. Всего выпускает 100% стекло. Весь город. Это вот на город. Мы с вами не знаем количество. Это х штук. Х стекло. Мы с вами приходим на первую фабрику. Итак, на первой фабрике за свиягой мы приехали и делаем вывод. Что на этой фабрике выпускается всего лишь 30% всех стекол. Как найти на количество? Вот на этот знак вопроса мы выделим, который я задаю. Итак, нам нужно с вами использовать отца остальные дорогие. Произведение крайних равно произведению средств. Потому что мы проценты записали в этот процент. А количество будем записывать в этот количестве. 30 умножаем на х и делим на 100. Получаем 0,3 сотых х стекол. Вот эти все стекла с первой фабрики. Теперь вторая фабрика. На весь город фабрика вторая выпускает только 70% всех стекол. Всего стекол в городе выпускается х штук. Х стекол. Нам нужно посчитать, какое количество будет только со второй фабрики. Это 70%. 70 умножаем на х произведение средних. И делим на известную, то есть стекольку. Получаем 0,7х стекол. Это только вторая фабрика выпускает. Теперь мы с вами вышли на первую фабрику. Вот у нас с вами сказано, что есть стекла для первой фабрики. На первую фабрику пришли. Все. У нас фабрика синий цвет. Красивые стекла выпускают. И вот теперь все эти стекла только на первой фабрике составляют 100%. Нам сказано, что идет в брак из всех стекол только 4%. Теперь считаем количество стекол на брак. 5-2%. Все верно. Мы с вами 4% умножаем на 0,3х и делим на 100. Или 0,04 умножаем на 0,3х. Получаем 0,4. Так, а почему у меня 4%? У нас здесь 5, по-моему, да? Первая фабрика 5%. У нас здесь 5%. Мы с вами говорим про первую фабрику. 5 на 3 – 15 и получаем 0,015х стекол. Это у нас с вами в брак идет стекло первой фабрики. Теперь вторая фабрика. Мы пришли с вами на вторую фабрику. Здесь у нас на второй фабрике тоже выпускается свое количество стекол. И это все количество только на заводчатой фабрике 100%. В брак из всего количества входит 4%. Вот и считаем на второй фабрике сколько идет в брак. По количеству произведения краник равно произведению сотых. 7,428. И здесь у нас получается 0,3х стекол. Здесь один знак у 7,0 и еще сотых. Так, теперь делаем вывод. Нам нужно посчитать, сколько стекол всего идет в брак. С первой фабрики 0,15х, со второй фабрики 0,028х. С первой и со второй фабрики в город приходят бракованные стекла из общего количества. А общее количество у нас х стекол. Это то же самое, ребята, как вы говорили. Например, 4 зеленых такси из 20. То есть такая ситуация. Бракованные все стекла из общего количества. Получаем 0,043х зеленый на х. Очень ляго. А сейчас все вам доброго. До свидания. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...